так у нас видео по инвертору короче я сейчас разбираюсь просто со старой ревизией инвертора мне кое-что надо разобраться очень плохо работает получается держит мощность и срывы периодически у меня было желание занизить ток именно проблема занизить ток чтобы как бы отработка была по току и я тут начал но если кто не в курсе это цифровой инвертор начал самых азов ну вот у нас шум да я просто так буду пищать вам возьму мультиметр включу пищалку чтобы понимали а потом немножко покажу я просто показываю то что я узнал вот смотрите вот это у нас шум это у нас идет сюда как раз приходит с шум то дорога вот она пищит далее идет через сопротивление поэтому уже пищать не будет то есть вот . идет это у нас короче именно шум то вот сюда тут уже сопротивление все по идее тут а у нас мегаом и должны быть ну или очень много килоом до 1 мегаом у нас здесь стоит сопротивление так вот смотрите какая интересная петрушка для тех кто не в курсе это инвертор полностью цифровой можно сказать здесь аналоговые сигналы есть но они преобразуются в цифру я сейчас просто покажу парочку вещей это для многих ничего не скажет мы есть люди которым эта информация очень сильно нужна но они также как и я вряд ли вы при поиске могут найти а искать они и может не умеют либо не хотят так мы датчик лимитера отключим короче смотрите у нас есть вот микросхема вот микросхема вот это вот микросхема на нее идет как раз вот отсюда так сейчас я попробую поближе камеру чтоб вам было более-менее все понятно прям буду тыкаться в определенной точке так мне надо вот здесь удержать так пищалку включить проверяем пищалку пищалка есть надеюсь не сильно да тут принципе чё засвечивает вот она и у нас я нашел что заходит на третью ногу вот эта микросхема 1013 для того чтобы не быть голословным я уже все это проштудировал это в микросхема операционного усилителя на нее подается два сигнала два сигнала у нас подается аналоговых причем у нас по получается если я не ошибаюсь я могу ошибаться но я вот перепроверю себе так хлобысь это я потенциометра крайнюю ногу 2 задействовано нет если не ошибаюсь то ли 4 4 он да короче смотрите третья нога это у нас аналоговый вход с датчика тока через кило он мегаомность сопротивления четвертая нога это у нас получается сопротивление который мы подстраиваем подстраиваем предположительно мы непосредственно потенциометром именно ток у нас помимо этого это двухканальный операционный тыры-пыры усилитель давайте тыры-пыры мы не будем повторять кому надо тут посмотрите переведет и пусть они хотят с этим словом делать короче смотрите есть второй сигнал второй сигнал по хорошему должен идти вот отсюда но я вот не помню какие здесь входа это у нас должно быть видите сопротивление здесь нет но она здесь есть но его здесь нет она здесь есть сложно подлезть с той стороны она здесь есть то сверху развязка идет сопротивление конденсатор и так далее там воду так она здесь есть где-то а значит нету прикольно прикол так если мы отсюда пойдем по 1 2 нет начнет короче ладно вот с этой стороны у нас по идее должна быть регулировка или подстройка напряжения напряжение госсети либо же напряжение показом метра это от остается за кадром я в туда не лес и не вдавался в детали но вон та часть именно вон с той стороны там тоже у нас какая-то микросхема стоит под блоком питания я уже не вдавался в детали мне это не интересно мне нужно именно с датчиком тока разобраться так вот смотрите далее у нас есть pvm контроллер у которого есть аналоговый вход цифровые выхода аналоговые входа цифровые выхода и возможность подключения датчика тока далее у этого же pvm контроллера есть на борту возможность совмещения устройств и передачи данных между устройствами то есть вот это вот колодочка вот предположительно мной кажется что она вот тут вот должна иметь как бы тут есть у нас а b rxtx сигналы так у нас есть земля питание плюс 5 вольт rxtx сигнал так вот есть два варианта чем они общаются первое это общается непосредственно по цпу я не искал еще мне тоже интересно это насчет совмещения тут можно все это элементарно прозвонить а я же пищалку выключил так-то проще был бы конечно муж и аналоговый то есть напруга здесь все-таки заходит нет не заходить что-то другое здесь еще заходит так вот смотрите короче получается такая петрушка здесь идет проц ревизия там 18 года прошивка скорее всего заливается вот сюда же и вот это вот халабуду управляет вот этой вот халабудой всей получает данные передает данные формирует сигнал непосредственно для обшины передачи данных с лимитером и таким чудесным образом проблему этого инвертора следующая плохо держит pvm точку точку вернее mppt точкам точку максимальной мощности тут у меня другая проблема как бы завышение получается мощности солнечных панелей опять-таки если поковырять видосики есть такие видео грамотных людей которые говорят что нет разницы сколько панелей подключается на инвертор этот инвертор цифровой он достаточно скоростной он ищет точку быстрее чем аналоговый но для того чтобы его работу максимально упростить и она же и усложняет потому что он получается у нас полу аналоговый полу цифровой потому что передача данных является по цифре а получение данных именно в самой работы инвертора осуществляется аналогово то есть таким образом у нас как бы гибрид вот этот гибрид среди инверторов сетевых но это чисто и опять таки это мое мнение это мой опыт это та информация которая я нашел и эта информация к сожалению не то то что мне отыкают какой-то информация энтузиастов но она с моей вот к сожалению никаким образом не совмещено к сожалению меня схемы данного устройства нет но по звуку я слышу что шим сигнал постоянно срывается то есть постоянно он неадекватно находит максимальную точку мощности это ладно при максимальном солнечном дне происходит другой срыв срыв по мощности потому что мощность превышает работу инвертора мощность которая видел на нем составляла 1420 ватт хотя по факту у меня меньше так вот для того чтобы как-то вот это вот избежать именно проблему это по-хорошему по-хорошему здесь это я высказываю мысли вслух здесь есть запас по ключам и вы соответственно по мощности значит по идее тут в чем-то элементарным кроется проблема либо же вот этот потенциометр кто-то покрутил который завязан у нас получается наш ум через операционный усилитель либо же у нас просто тупо древняя прошивка которая неадекватно отрабатывает например верхних и в нижних пределах все это вполне себе возможно с любой стороны какой не подойди да если аппарат был после ремонта соответственно я много каких вещей встречал после ремонта если у людей как бы руки исправлены место растут все хорошо и значит же у нас проблема заключается в прошивке цепку если же у нас людей руки не справлены на место растут и кто-то там что-то там захотел там мощность повысить аппарата да и начал крутить потенциометр чтобы обмануть систему так скажем у него это прекрасно получилось но например чё-то где-то как-то сдохло ну или же он сам так и так работает по исходя из своей прошивки так вот смотрите вот эту часть вот эту часть силовую я полностью проверил единственного у меня проблема возникла непосредственно сопротивления 4 7 ома вот на этих сопротивлениях некоторых у меня возникло подозрение потому что сопротивление у нас почему-то имеет разбег но они могут иметь разбег непосредственно из-за того что здесь впаяны ключи потому что в один прекрасный момент когда ты производишь первое измерение либо ключ открыт ты его закрываешь либо ключ закрыт ты его открываешь сопротивление может изменяться но вот в этих например 3 сопротивление у нас изменяется ну не очень есть гуд это вот единственное что я нашел здесь давайте просто так посмотрим вот 48 через пищалку 48 через пищалку там такой зумер дикий 48 видите через умер все работает на вот 5 и 7 хоп 48 хоп транзистор перезакрылся ну получается да у нас все полностью справа короче ладно вот это все отбросим получается замеры ключей показали что ключи плюс-минус одинаковые там небольшое расхождение между ними есть получается все цепи все обвязочные сопротивления все конденсаторы получается здесь целое с обратной стороны диоды двухполярно сначала в одну полярность потом другую полярность у нас оба плеча каждого трансформатора все целое их выпаивал прозванивал мне не понравилось я пропаял все прекрасно но мне раздражает прямо этот шум знаете прямо слышно высокочастотный который нарастает по нахала бы идет срыв из-за того что просадка мощности и плохо держит просто почему я полез сюда непосредственно потому что я сталкивался с подобным дефектом непосредственно инверторах на контроллер и обычно я находил проблему здесь я проблему к сожалению найти не могу то есть инвертор неадекватно отрабатывает по защитам инвертора неадекватно в общем-то реагирует на происходящем это есть печально хотел я еще взять новый наверно надо было новый брать с новой ревизии потому что в принципе с моим тем которую двадцатого года если не ошибаюсь проблем нет вот такая вот игрушечка вот я все думаю может у кого-нибудь есть прошивочка или кто-то владеет информацией о том как можно перепрошить на более современную ревизию данную плату милости просим в комментарии буду благодарен и если же нет ну извиняйте в общем подозрение у моё именно идет на цепку ну если кто не в курсе что этот цепь вот здесь вот он написано в цепи у если чё это центральный процессор который управляет всем этим инвертором он же и пзу то есть тут есть у нас прошивка в этой прошивке заложена микропрограмма как раз по работе всего этого устройства вот вот изначально по поводу датчика тока это кстати я тоже поиграюсь вот эта микросхема это операционный усилитель аналоговый сигнал которая преобразует передает вот сюда в шим которая делает из аналогового цифру а б который уже переходит в процессор который анализирует и также получается может работать с внешними устройствами лимитирования в общем как то так так вот так у нас выглядит операционный усилитель так это коротенькая схемка так это не то так это у нас вот так вот выглядит непосредственно шин контроллер вот у нас видите есть аналоговые входа и вот цифровые выхода 14 11 нога а б это цифровой выход так где ты тут находил а вот вот выход а б цифра вот аналоговые и вот есть где-то тут описала было а ну вот описала кому интересно так это у нас 38 38 46 микросхемка могу скриншот принципе вставить если буду через компьютер обрабатывать ставлю скриншот непосредственно с платы этого инвертора аналоговые аналоговые я нашел только недавно получается 10 13 где-то 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 у нас тут куча куча маленьких схема чик и принципе как она у нас отрабатывать так вот у нас здесь есть часть схемки получается вот я подобно искал посмотреть где здесь стоит на что конкретно перемена сопротивления так это у нас преобразователь с 6 вольт в 15 5 вольтовый драйвер с температурной компенсации ну то есть достаточно широкого профиля микросхемка сетевой инвертор я еще не ковырял ну как бы вот на это видите 10 14 10 13 как раз лт 10 13 10 14 а в принципе чего я вам сейчас так попробую показать вот таким вот чудесным образом вот здесь вот даже написано токовые пвм контроллер автоматическое программируемые так параллельная работа так а вот тут тут интересно вот смотрите вот current limit adjust регулировка блин вот вряд ли суда сопротивление доходит то что она идет на операционный усилитель ну короче сижу голову ломая муж получится конечно вот это все обойти путем подстройки того синего сопротивления но с другой стороны мне все-таки подозрение что это как-то связан только с током и чтобы это посмотреть нужно солнце хорошая погода лето и жара в общем кто в курсе кто сталкивался но информации по этому вообще нету и даже то что я вот часу даю подобную информацию я вообще поэтому инвертору не встречал я честно говоря удивлен потому что оборудование очень много на рынке и в основном люди играются с тем что выводят данные на смартфон и там на компьютер переключает вперед-назад что-то там не знаю что там переключать и повесил его на стенку раз не в неделю или в месяц подошел тыкнул пальцем по советскую кутя киловатт накрутила единственное вот что там интересно остальное все вообще не интересно но вот это вот мне лично очень интересно почему непосредственно на ревизии которые больше так скажем всего лишь на два года уже стабильная мощность идет при низких напряжениях солнечных панелей и лучше держит при этом солнечные панели не высокое напряжение у меня стоят то есть заниженное напряжение солнечных панелей а здесь она идет по серединке именно то есть даже чуть выше серединке и в то же время идет срыв ну как-то вообще не камильфо а на максималках идет другой срыв вот у меня вот это просто стало любопытно я начал искать просто как здесь реализована защита потоку ведь есть такой специалист который мне вот рассказал такую сказку что вот у него и у всех подобные проблемы не случается и что сколько угодно можно вешать солнечных панелей на подобные устройства еще выйти в дом я что-то как-то усомнился и судя потому что я вот увидел здесь и как это все реализовано а тут кстати была интересная схемка где-то вот вот смотрите мастер слэйф видите по трем проводам идет синхронизация двух устройств и более и я как-то усомнился но все-таки я склоняюсь к первому несмотря на то что люди думают что человек реально грамотный я понял что нет что все таки я сам за себя и я должен разбираться во всем сам они слушать тех людей которые просто балаболы и это вот самое печально когда ты надеешься что ты не прав значит и раз тебе объясняет в этом ты не прав а балаболы право а тут оказывается все-таки балаболы это балабола вот в это самое и есть печалька да жалко короче цепуха походу вот я уже тут где-то на алишке даже сейчас хочу ты сбросил сейчас секунду тут вверху где-то был перелистнула на короче вот она цепуха это идет типа митя замена цепу борт suya source solar grid inverter и вот типа люди как бы ставят но зачем они ставят почему ставят к сожалению информации такой не наш я просто не пойму она у людей выгорает или сгорает или как и вообще себя ведет что люди прям пачками покупает эти микросхема но непосредственно микросхемы до цепуху борт потому что это микросхема нас распаянная на монтажке и вот тут посмотрите для разных моделей с вай фай версия со сети версии у нас есть разные цепуху борды соответственно они отличаются значит приходим к выводу да то есть у нас все таки ревизия получается плата именно прошивки платы отличима соответственно делаем вывод что у людей такое происходит что они меняют их и причем смотрите судя по всему и прошивка зависит и от напряжения работы самого инвертора и от мощности если дисплей на борту или вай фай модуль и от напряжения то есть представьте и от напряжения выходного и вся эта информация заложена в цепу если кто не в курсе о чем я это возвращаясь в начало насчет того кто что чем управляет и кто куда что смотрит и скорее всего здесь вот так же на программном уровне и реализованные защиты то есть уменьшить шин генерацию при мощности такой-то держать точку лучше это вот скорее всего все должно быть вот здесь вот эта информация нигде не нашел зато есть вот эта деталь зато есть у меня на столе инвертор зато есть балаболы которые рассказывают что проблем никаких нет с тем что ты устанавливаешь много солнечных панелей кон и инвертор сделает сам или контроллер сделать сам ну понимаете цифровое и аналоговое это разные вещи и в то же время и с аналоговым не так все просто если кто в курсе тут в теме тот поймет про что я говорю ну тут самое вот скроется самое смешное очень много вопросов нет нифига ответов это информация напряжь что я выше дал или показал вам как реализован непосредственно датчик тока откуда куда и как в чё попадает и потом из этого в чё он переходит в эту плату который уже анализирует и делает в их вывод ну тут кстати тоже вот что это что зачем вот это сопротивление c3 ну тут если что не видно там c3 сопротивление зачем вот она выделена в красном его нужно удалить или его нужно оставить при установке нового цветового или что что вот с ним делать вот кто знает ответы на вопрос что вообще будет если старая ревизию вот cpu переставить на более современную ревизию того же самого инвертора он в меню покажет именно в about то что в ревизии изменилась плата или прошивка плата либо ничего не изменится если изменится в about то что у нас и якобы ревизии изменилась с установкой этого cpu значит все таки в этом cpu вся информация и значит от этой информации которая там залито зависит очень много настройка параметров самого инвертора то есть куда больше вопросов чем ответов я весь интернет перешерстил весь я кроме китайского и вот эта информация которую сейчас я делюсь с вами вот эти вопросы которые у меня возникают я до сих пор на них не могу найти ответ но я одну знаю этот ролик вы вряд ли увидите именно тогда когда решалась эта проблема так что на этом я говорю пока всем до новых встреч всем пока удачи 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok